Коллеги, добрый день. Меня зовут Смольников Станислав Викторович, и я являюсь врачом-радиотерапевтом клиники МИДСКАН. И мы сегодня продолжаем серию наших вебинаров, которая посвящена легочным образованиям. И сегодня я хочу затронуть тему стереотоксическая лучевая терапия при ранних стадиях периферических раков легкого – лечения на одном дыхании. Как было сказано во вчерашнем вебинаре, то что смертность от рака легкого остается на первом месте среди онкологических болезней. Но с каждым годом в нашу практику вводятся различные скрининговые программы. Плюс мы сейчас находимся в борьбе с коронавирусной инфекцией и ежедневно проводятся множество диагностических исследований КТ-органов грудной клетки. И я думаю, в будущем данная картина в плане выявляемости должна поменяться в лучшую сторону. Я в интернете нашел такие данные, то что в 2019 году в Москве по скрининговой программе было обследовано 6 тысяч человек. И у 30-ти был выявлен рак легкого. У 40% из выявленных это были опухоли первой и второй стадии заболевания. Если взглянуть на классификацию ТНМ, мы видим то, что первые и вторые стадии – это опухоли Т1, Т2, Т3. Т1 – это образование до 3 см, Т2 – это образование от 3 до 5 см, Т3 – это образование от 3 до 7 см. Без, так скажем, регионарного распространения. Основными методиками лечения рака немелкоклеточного рака легкого при первых и вторых стадиях являются хирургия, кондициональная лучевая терапия и стереотоксическая лучевая терапия. Перед кондициональной лучевой терапией я поставил знак вопроса, потому что если взглянуть на рекомендации СССР, уже вышли первые редакции от 2021 года, мы видим то, что тем пациентам, которым не показано хирургическое лечение, предпочтительнее всего выполнять стереотоксическую лучевую терапию. Такая же картина и при 1-й Б, и при 2-й Б стадии. То есть желательно предпочтительней стереотоксис. Почему? К этому вопросу мы еще вернемся в процессе нашего вебинара. Но я хочу немножко заглянуть в историю. Первые плоды, первые моменты осуществления лучевого метода лечения были в 1950 году. Облучался рак легкого на старом оборудовании, кобальтовых аппаратах. К сожалению, лечение не приводило к адекватным результатам, но и вызывало очень серьезные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны легочной ткани. И прогноз у таких пациентов был крайне неблагоприятный. Со временем оборудование пополняло и обновлялось, появились линейные ускорители. И на данный момент мы можем прецизионно, безопасно подводить дозу точно непосредственно в опухолевый очаг. Под термином стереотоксическая лучевая терапия подразумевается подведение высокой дозы ионизирующего излучения с высокой точностью, с минимальным воздействием на окружающие ткани и критические структуры. Как правило, лечение проводится за один или несколько сеансов. Данный термин вошел в обиход радиотерапевтов, если я не ошибаюсь, в 1995 году, Американской ассоциации радиационных онкологов, и до сих пор применяется в настоящее время. Чем же все-таки хороша стереотоксическая лучевая терапия? На данном слайде мы видим, что биологически эффективные дозы при конвенциональной лучевой терапии почти в полтора раза меньше. На данном слайде представлены стандартные схемы фракционирования немелкоклеточного рака легкого. И было доказано, что зависимость биологически эффективной дозы сказывается на локальный контроль и на выживаемость. Это исследование 2010 года, где мы видим, что БЭТ выше 100 ГРЭЯ увеличивает локальный контроль почти в два раза и в полтора раза увеличивает выживаемость. А что же будет с пациентами, которые вообще не получают какое-либо лучевое лечение? Прогноз у них крайне неблагоприятный, и общая выживаемость таких пациентов составляет приблизительно 10 месяцев, в то время как в группе SBRT она колеблется от 30-40 месяцев. Но тоже все зависит от исследования. Средняя, точнее общая выживаемость при немелкоклеточном раке легкого первой и второй стадии при проведении дистанционной лучевой терапии по результатам Cochrane Database 2001 года составляет от 22 до 72%, пятилетняя до 42%. Первое исследование, которое я хочу вам продемонстрировать, это анализ двух рандомизированных исследований, включающих в себя сравнение стереотоксической лучевой терапии и хирургического лечения. Средний период наблюдения составлял 40 месяцев для группы стереотаксиса и 35 месяцев для группы хирургии и какие результаты были представлены. Но на самом деле такие довольно-таки интересные, потому что общая выживаемость трехлетней для группы стереотаксиса была выше на 25%, хотя безрецидивная выживаемость сопоставима с двумя методами лечения. Следующее исследование, фундаментальное, которое внесло свои плоды в рекомендации для проведения стереотаксиса, это исследование SPACE, которое оценивает стереотоксическую лучевую терапию, конвенциональную фракционную лучевую терапию. В исследовании участвовало 102 пациента, 63% пациентов был гистологически верифицирован диагноз, 65% пациентов выполнена позитронно-эмиссионная томография, фракционирование составляло 70 грей за 35 фракций у пациентов группы ДЛТ и 66 грей за 3 фракции у группы стереотаксиса. Средний возраст, как мы видим, 75 лет в группе ДЛТ и 73 года в группе стереотоксической лучевой терапии. Это свидетельствует о том, что, скорее всего, пациенты имели какие-то сопутствующие заболевания и им не было показано стандартное хирургическое лечение. По локальному контролю две группы, в принципе, показали одинаковые результаты, так же, как и время допрогрессирования. Но основной момент, на котором я хочу акцентировать внимание, наконец, был представлен анализ постлучевых осложнений в сравнении двух групп и в группе стереотаксиса данный показатель намного ниже, то есть меньше постлучевых нежелательных явлений, таких как изофагит, пульмонит, фиброз, перелом ребер. И исследование подтвердило безопасность и высокую эффективность. Следующее исследование – это чисел, тоже сравнение стереотаксиса и стандартной радиотерапии. Здесь немножко был предпринят другой подход. Всем пациентам диагноз был гистологически рефицирован. Всем пациентам провели позитронно-эмиссионную томографию для выявления какого-то регионарного распространения либо отдаленного метастазирования. Средний возраст, так же, как и в предыдущем исследовании, составлял 75-74 года. Но мы видим здесь изменения в плане эффективности, в плане локального контроля. Группа стереотоксической лучевой терапии показала больший процент локального контроля, большую выживаемость и по лучевым реакциям, в принципе, она показала свою безопасность. Выводы мы можем сделать такие, что данная методика стереотоксическая лучевая терапия должна быть методом выбора при неоперабельном немелкоклеточном раку легкого первой-второй стадии. Следующее исследование показало то, что можно, естественно, избирательно проводить однофракционную стереотоксическую лучевую терапию с хорошими результатами, с неплохой трехлетней выживаемостью и почти с отсутствием постлучевых осложнений, пульмонитов, изофагитов. Разовоочаговая доза в данном исследовании была 30 грей. Стоит еще акцентировать внимание на том, что диаметр очага непосредственно влияет на локальный контроль и на дальнейшее прогрессирование опухолевого процесса. На данном слайде представлено исследование сравнения однофракционной и трехфракционной стереотоксической лучевой терапии. По локальному контролю по общей выживаемости они сравнимы, но, опять же, хочу акцентировать внимание на лучевых реакциях. Ни у одной из групп не было лучевых пульмонитов, изофагитов третьей степени. Следующие, значит, какие у нас дальнейшие моменты, дальнейшие темы для исследования, это использование Дорвалумаба в комбинации стереотоксической лучевой терапии. Как я знаю, исследование сейчас находится в стадии набора пациентов. Я думаю, что мы увидим тоже интересные результаты, учитывая то, что Дорвалумаб уже рекомендует при местно распространенном немелкоклеточном раке легкого и показал свою эффективность и влияние на общую выживаемость. Еще важный момент, как лучевой терапевт, хочу акцентировать внимание на таком моменте. То, что мы часто проводим стереотоксическую лучевую терапию и встречаемся с трудностью перевода. То есть пациенты проводят КТ-исследование, и в некоторых случаях мы видим в заключении такое слово, как отрицательная динамика. Нет, отрицательную динамику необходимо четко отдифференцировать, отклассифицировать. И если есть какие-то у вас вопросы, не обязательно сразу же бежать и сломя голову говорить, что да, тут прогрессирование. Должна быть четкая градация. И если, допустим, мы видим увеличение размеров опухолевого компонента в краниоклеудальной плоскости, видим то, что края увеличились, то да, действительно, это может свидетельствовать о прогрессировании, не о прогрессировании, а о отсутствии локального контроля. Но, как правило, мы видим в зоне облучения постлучевые изменения по типу матового стекла, увеличение зоны фиброзного компонента. И через два года, в принципе, здесь все должно нормализоваться. Какими основными показаниями, вот я хочу еще раз поставить, скажем, точку, основными показаниями для проведения стереотоксической лучевой терапии. Это не мелкоклеточный рак легкого Т1, Т3, Н0, М0. Общий размер очага может достигать до 7 сантиметров. Но, опять же, для решения вопроса стереотокси все-таки должен соблюдаться мультидисциплинарный консилиум. Все должно быть взвешено за и против. Пациент полностью дообследован на наличие регионарного распространения, на наличие отдаленных метастазов. При центральных процессах ограничениями могут служить прилежание к крупным бронхам, трахеям и пищеводам. Но завтра у нас будет вебинар, который докажет и скажет, что можно облучать опухоли центрального характера, но есть определенные нюансы. Ну и важный момент то, что данное лечение можно спокойно проводить неоперабельным пациентам, то есть должно являться стандартом. В двух словах хочу рассказать про саму методику, как она проводится, из чего состоит. Абсолютно всем пациентам проводится КТ-симуляция, где под каждого пациента делается индивидуальный вакуумный матрас, изготавливается специально под его тело, используется подколенник и, естественно, система синхронизации по дыханию. Выполняется обязательно 4D-компьютерная томография, это сканирование с одновременной записью модели дыхания РПМ через маркерный блок на груди пациента. Производится реконструкция 10 к серии КТ, которая соответствует 10 и 90% циклов дыхания, и затем это все подгружается в станцию планирования лучевой терапии. Затем радиотерапевт оконтрирует критические структуры, оконтрирует опухолевый компонент, и дается схема фракционирования. Вот на данном слайде представлены стандартные схемы фракционирования, используемые при немелкоклеточном раке легкого. За одну фракцию это облучаются очаги менее 2 см, и расположены более 1 см от грудной клетки. За 45-60 грей за 3 фракции – это периферические очаги, находящиеся более 1 см от грудной клетки. И от 48 до 50 грей за 4 фракции – это центральные или периферические очаги, находящиеся менее 1 см от грудной клетки. Затем оценивается сам план, какое дозное распределение проходит ли по критическим структурам. И затем пациент приглашается на сам сеанс. Во время сеанса проводится CBCT, это КТ в конусном пучке. где-то делается для того, чтобы, во-первых, оценить положение пациента, оценить, как располагается опухолевый компонент, и, естественно, для подведения точности дозы. Затем, как правило, за 30-50 минут проводится сам сеанс лечения. Во время процедуры пациент не ощущает никаких болевых жжений, покалываний, болевых ощущений. То есть лечение абсолютно без каких-либо внешних проявлений. Плюс в большинстве случаев пациента проводится в амбулаторном режиме. Ну и опять еще раз хочу акцентировать внимание на преимуществах стереотоксической лучевой терапии. Это более подходящая методика для пациентов с высоким риском послеоперационных осложнений. Данная методика доказала высокий локальный контроль, низкий процент постлучевых осложнений по сравнению с классической дистанционной лучевой терапией. Ну и, естественно, короткий курс лечения по сравнению с кондициональной дистанционной лучевой терапией. Спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать, либо включиться в прямой эфир. Я готов на них ответить. Можем порассуждать, или можете рассказать какие-нибудь свои интересные клинические случаи и опыт лечения немелкоклеточного рака легкого первой-второй стадии. Если вопросов нет, подключайтесь к завтрашнему вебинару. Будет обсуждена тема лечения с помощью стереотоксической лучевой терапии центральных очагов центрального характера. Спасибо за внимание.